приветствую всех на своем канале в этом видео я расскажу как наносить правильный рисунок на ткань и сколько слоев так чтобы рисунок в итоге не облез к примеру у нас есть белая майка на которой мы хотим нанести рисунок сам рисунок мы вкладываем в файл затем мы майку натягиваем на холст подкладываем рисунок по ткань так чтобы просвечивалась и закрепляем скрепками для удобства мы можем слегка обвести карандашом наш рисунок после уже наносить слои краски пока не добьемся нужного нам результата нужно учитывать что каждый слой должен полностью высохнуть а их может быть три или четыре после высыхания изделия нужно снять холста и порастягивать его руками чтобы посмотреть не трескается ли рисунок если есть такие трещины или через рисунок видно ткань такие участки нужно заполнить краской тут на черном топе нанесен золотой краской имя и рисунок первый слой был нанесен желтой краской как подложка следующие слои уже золотой краской и их было три слоя первый слой всегда сохнет дольше чем последующие слои если первый слой сохнет несколько часов то следующие примерно 30 минут как нарисовать рисунок на темной ткани или ткани которая не просвечивается так чтобы не испортить рисунок и ткань нужно вырезать рисунок равномерно его расположить на ткани и аккуратно обвести на данном примере у нас крылья я обвела аккуратно тонкой кисточкой черной краской после я вывела каждая перышко после я наносила серебряную краску 3-4 слоя за один слой у вас не получится хороший рисунок на втором слое у вас еще будет виднеца ткань и трещины на третьем слой у вас уже будет полноценный рисунок но могут где-то быть микротрещины где обязательно нужно заполнить краской льва на топе я рисовала таким же образом как крылья на плавках изделие натянутая на холст остается до того момента пока рисунок полностью не будет нанесен и пока краска полностью не высохнет тоненькие линии и мелкие детали я наношу тонкой синтетической кисточкой за более сложные работы стоит приниматься когда вы уже себе набили руку так как если у вас дернет рука то ошибку будет сложно исправить и рисунок может быть испорчен если вам это видео понравилось и было для вас полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал на моем канале уже есть полезные видео по краскам на ткани какие дополнительные материалы можно и нужно использовать какие ходовые цвета какие кисточки нужно использовать и как закреплять рисунок на ткани чтобы он в итоге у вас не стирался и не слезал а также есть видео с разными поделками видео рисунки цветными карандашами картины красками акриловыми и масляными портреты и естественно обучающие видео так что вам приятного просмотра до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok я